На какой балл нужно сдать все экзамены, как и когда правильно подавать документы в приемную комиссию и, главное, какой вуз и факультет выбрать. Эти и десятки других вопросов роятся в головах старшеклассников по мере приближения выпускных экзаменов. Ответить на них помогает Саровский физтех. Два раза в год он проводит Дни открытых дверей, где школьников знакомят с вузом, его педагогами и студентами. Мне хотелось бы узнать, какие вообще здесь есть специальности, что расскажут, что покажут, чему научат. Интересно, техническая база вообще, в принципе, что здесь есть. Вообще очень много ожиданий, хочется узнать побольше о студенческой жизни. Я еще в 10 классе и только выбираю, куда поступать, какой вообще институт, что. И очень бы хотелось именно увидеть эту студенческую жизнь изнутри. Узнать, какая атмосфера в коллективе студентов и как проходят учебные моменты и что входит вне обучения. С РФТИНИ ЯОМИФИ реализует 21 направление подготовки и 37 образовательных программ. Сегодня в вузе 6 факультетов и около 1200 студентов. Средний балл в этом году 69. Небольшой экскурс о жизни института, его достижениях, направлениях работы, научной деятельности для школьников провела руководитель Саровского физтеха Анна Сироткина. Мы взяли такое правило саровских школьников, саровских, выпускников саровских школ, также селить в общежитие. Чтобы вы попробовали будущую жизнь взрослую. И если вам хочется почувствовать себя взрослым человеком, быть в таких студенческих тусовках, которые проходят в общежитии, то добро пожаловать. Затронули на встрече и вопрос дальнейшего трудоустройства. Ежегодно около 90% выпускников вуза идут на работу в ядерный центр. С третьего курса студенты начинают знакомство с будущим рабочим коллективом и обязанностями, проходя практику на градообразующем предприятии. О перспективах работы в РФИАЦ в НИЕФ ребятам рассказал Евгений Михеев, выпускник института, начальник отдела подбора и комплектования персонала. Здесь уникальность в том, что здесь у нас созданы 10 кафедр, которые кажутся соответствуют направлению деятельности Российского федерального ядерного центра. То есть, приходя на ту или иную кафедру, выбирая предприятие, направление подготовки, вы заблаговременно уже выбираете тот спектр подразделений, куда вы можете прийти и будете востребованы. Также для гостей провели экскурсию по институту, лабораториям и кафедрам, познакомились с преподавателями. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.